всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайф влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сегодня суббота 8 апреля 12 44 я сейчас буду завтракать как раз варится кофе наверно слышно потом соберусь и пойду погуляю я встала уже постирала белье нужно будет его развесить ну и пойду гулять хотя у меня были планы до прогулки еще что-то успеть сделать но планы я поменяла немного в прошлом влоге я показывала вот эти бигуди такие цветные которые с крючком ну в принципе да такие локоны завтрак постирала бельишка сейчас быстренько все развешу как-то у меня сегодня пробуждение мое мне ускорение прибавило но правда я в кого это тревоги такой проснулась непонятный поэтому решила даже белье постирать не ничего такого просто вот мне так будет спокойнее что я все это дело постирала иду гулять оделась пока тепло зашла за кофе местечко для пикника жутенькая хотя это вроде как семидесятые наверное мне вообще нравится архитектура семидесятых но что-то как-то жутенько а можете нет может не так просто кажется а я поняла почему мне это место не нравится вот мне оно не нравится потому что его изрисовали ну как видите лишнее здесь это нет если бы это было что-то красивое то то наверное да это было бы классно а вот эти все похабные надписи это лишнее и я сейчас хотела снова выйти на любимую дорожку но в обход честно не пошла потому что здесь такая публика вот если сравнивать с кускова то конечно этот парк гораздо лучше но опять же лучше с моей стороны и как я уже выяснила именно что мне хорошо видимо там где когда-то людям учились ну как-то я видимо черпаю из этого силу не знаю поэтому это только с моей стороны мне как бы так типа нравится здесь больше публика да здесь она тоже поприличнее чем в кусково но вы знаете вот вот это пьющие жарящие шашлыки публика это конечно кошмар потому что вот все таки самый любимый парк это на цска до современный новодел но во первых очень такой классный новодел и помимо этого все таки там никто не пьет никто не жарит шашлыки все ведут здоровый образ жизни и и мне это очень нравится вообще весь район вот а у нас в кусково ну знаете у нас много туристов то что это очень популярное место но еще местная публика которая вот всей семьей в кавычках культурно отдыхает со спиртным шашлыками матом разборками это конечно портит вид ну и вот здесь тут вот все прилично где я снимала а вот 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 так вот вот там место для пикника не ну никто не нарушает как бы все в рамках но все-таки мне это не очень приятно ну ладно пойду еще раз пройдусь по любимой дорожке уже буду выходить из парка потому что правда что-то как-то душновато можно было вообще без пуховика но я пока санги не все же боюсь странное место такое направо пойдешь там из майлова прямо пойдешь дом престарелых ну для актеров на левое место для пикника налево точно не хочу ну наверное прямо тоже и честно меня тянет направо не просто так было в моей жизни это презентация неудачная у меня просто в тот момент тоже знаете было два таких момента я знала что мне все не понравится но я понимала что я как-то переламываю судьбу поэтому я пошла но туда меня все равно тянет ладно посмотрим кто сильней думаю что я нет но туда мы все равно сходим когда я буду не одна да пришла домой я по дороге зашла в пятерочку и купила себе еще молоко вот эти полтора процента молоко очень хорошее действительно очень достойно и вот классно причем а по вкусу вообще никогда не скажешь что но там обезжиренное что-нибудь в этом роде также взяла немного морковки ну вообще мы планировали вчера съездить в глобус но я даже рада что не поехали потому что ну там морковь совершенно отвратительная она огромная и ну если из нее сделать салатик ну и там соевым соусом например то еще ничего вот так вот ее есть но невозможно такая дрянь вот и потом яблоки взяла я просто беру сейчас опять понемножку потому как если я возьму много то я их буду постоянно точить вместо всего остального и я взяла такие яблоки вот не некоторые гладкие а те у которых кожицы немножко как бы знаете так она сморщена они просто обалденно вкусные вот и еще заходила в аптеку забирала свой заказ я взяла бифидом бактерии ну я так раз в год может быть беру потому что да даже реже беру потому что знаете вот я где-то раз полгода раз в год стараюсь пропивать витамины и они на меня всегда очень хорошо действует но случаются такие моменты когда я понимаю что витамины действуют не очень хорошо я конечно могла бы свалить на то что ампулы покупала и там оказался белорусский производитель а я с этими товарами не дружу не в плане еды не в плане косметики не в плане одежды поэтому но все-таки я сомневаюсь тут дело во мне конечно и в такие моменты чтобы я как делаю я беру полифепан пропиваю его как бы очищает организм потом в исполняю всякие там что тут написано источник пробиотических микроорганизмов бифидобактерии вот а потом начинаю снова пить стандартные свои витаминки вот но это не руководствует в действию да это все надо с врачом с вашим советоваться просто я знаю что мне так на нормально вот и потом уже витамины хорошо как бы действует поэтому я вот два раза приобрела нужные мне ампулы все это пропила нужно еще четыре пачки но я посмотрела что вот после даже не первого дня первого раза применению мне мне как-то прям хорошо стало как это бывает обычно а потом я чувствую как будто это как говорится куда-то утекает я решила пока временно приостановить это все дело потому что когда все в порядке у меня организм усваивает это моментально я за пару дней восстанавливаюсь так и взяла еще миновазин но все-таки самое классное самое лучшее средство для меня поэтому приобрела и и опять же вот аптека вот столички . ру меня вот рядом с домом аптека вообще у них на сайте значится как если заказываете бронируете по интернету приходите в магазин то как правило даже дешевле бывает но не дороже это точно но дешевле может быть в нашей аптеке никогда этого не бывает вот я и и во многих такая кстати тема или вот около метро у нас бывают скидки но небольшие не всегда но там кстати очень приятная хотя бы атмосфера а я хожу на там улицу молостовых аптека это мне как бы гораздо дальше но там всегда скидки то есть у меня получилось не знаю сейчас чек найду просто несколько чеков так вот обихидум бактерин 143 рубля а на сайте он значился 152 рубля если бы я заказала в нашей аптеке то так бы 152 и заплатила а здесь на 10 рублей дешевле и второй чек был это миновазин который стоил 30 рублей точнее ну да из скидка 2 рубля а это это стоп а это пакет 2 рубля но здесь здесь скидка получилось 2 рубля здесь 10 в общем очень хорошо просто замечательно а я еще когда в пятерочку пошла заметила что моей муки нету которую я всегда покупаю а у меня в запасе нет пакетов а как вы знаете я люблю печь для меня это хобби потом я он в морозилку кинула и все ой я в парке такую ворону классно встретила она перед этим кадры вставлю я пожалела что я эти крендели не взяла с собой нет ну вернее я взяла я уже как раз съела крендель пошла обратно и смотрю такая классная ворона я пей отдала его она такая отборная крупная вообще мне так нравится обожаю ворон ладно в следующий раз щен вкусненькая возьму а сейчас замочила вот она залила водой вот такой контейнер здесь просыпался чай просто у меня там еще они контаты и так далее хранятся упаковки с чаем и вот тут такая авария произошла нужно как следует коробку помыть изнутри то что в тот раз тут такого не было вот а снаружи уже давно пора поэтому займусь этим и я еще наконец-то стала отмывать вот этот чайник вот ватная палочка я уже пытаюсь как только ну в общем вот здесь я могу очистить а вот тут вот но никак не получается я уже не знаю что делать ватная палочка вроде гибкая и все равно никак ну ладно чем придумаю я туда забрызгала вот этим средством но собственно но и так отмывается главное бы подлезть они везде подлезешь в общем так а пока заварила вот в этот чайник ой тут у меня все просто просыпалась кошмар чайник абсолютно чистенький был ну вот ладно теперь со стола еще надо я тут настолько знатно накрошила этим чаем на свинячьего вам все в один пакет пока потом все это разберу у меня на чай из белых облаков из магазина он как он называется вишни с миндалем рой буш другой день я сейчас в балетном зале у меня будет занятие а вот в спальне подняла диван и там у меня лежат не сезонные вещи и всякие занавески я сейчас беру ткань чтобы пошить занавески на дачу в питер и нашла такую сумку сначала порадовалась думаю одна у меня вышла из строя думаю это а потом смотрю вот тут уже некоторые дефекты так что выбрасываю но голубую молнию от парю ивана и наверное возьму подкладку были в магазине и сейчас еще подружка зашла там быстренько в один магазин и я решила ее здесь подождать мне не хочется выходить из машины дождик холодно в глобусе купила муку по 40 чем-то рублей ну вроде она нормальная хотя я красную цену люблю больше просто ну не было в ближайшем в нашем магазине в пятерочке хотя сейчас я даже не смотрела ну и я буду искать взяла и потом по 128 рублей за килограмм китайскую капусту взяла цена но она как бы стандартная но знаете бывает же акции дешевле и в питере она например всеми шагами стоит дешевле но были вот такие более-менее небольшие упаковки ну вот на 91 рубль 32 копейки в любом случае мне нужно еще взяла по 20 рублей картошку у меня на 18 рублей ну и у меня есть она поэтому также взяла био йогурт 3 процента я конечно предпочла что-нибудь менее жирная там был снежок 2 и 5 но там сахар я не хотела просто я хотела взять для салата и что-то еще там были дрожжи я не против дрожжей абсолютно но мне не то хотелось в общем взяла поэтому био йогурт а и повторила вот этот чай на самом деле сам по себе чай он такой весьма средний прошу прощения за лак облупившийся вот надо перекрасить или вообще переделать дело в том что мне нравится здесь отдушка она правда не держится не так чтобы долго но первые несколько дней когда открываешь пачку я хожу мимо вот шкаф где у меня лежит чай такой аромат классный это даже я бы сказала больше какой-то бергамот но по качеству обычный чай ничего особенного я в основном по его могу в термос заварить хотя вот скорее даже в термос я конечно заваливаю просто из этой серии черный чай добавляю туда из кантаты немножко для аромата а этот честно стала себе заваривать я вот первый раз взяла мне так это душка понравилось ну правда классно но это на мой вкус она наверное даже немножко химозная но все равно в хорошем смысле то есть не так что какая-то гадость я хотела много чего там взять но во первых в очередной раз не было моих любимых сушек вот этих osby мне вообще было ощущение что вот нас ну сколько там и дней назад были за такое ощущение что это полка к ней вообще никто не подходил никто ничего новое не докладывал не на люди ничего не покупали вот просто ничего не изменилось хотела для солянки этот набор взять тоже вообще не было был только ценник ну я вообще больше ничего себе не присмотрела поэтому сейчас сделаю салат вот это капуста сельдерей морковка ой огурец забыла купить ну ладно обойдусь без огурца а там посмотрим может быть попозже еще что-то приготовлю салат готов буду ужинать сейчас первый час ночи а я разбираюсь дело в том что я стала разбираться вещах потому что ну знаете в диване спальне и я искала занавески из которых можно шить занавески на дачу и нашла такой пакет здесь у меня пляжные сумки три штуки видите таких цветов и еще две вот такие но вот эти я уже носила давно правда когда еще предпочитала платье ну или джинсы в какой-нибудь красивой футболкой там блузкой что-нибудь эдакое но и на лето мне просто удобно было явно много студию ездила к ученицам и такая сумка она как бы и яркая и в нее достаточно много помещается вот ну в качестве пляжные сумки у меня вообще есть из fix price тоже но очень качественная классная там с косметичкой ну и короче долгое время лежат они без дела но эти я оставлю себе а эти я приняла решение продать потому что они с этикетками с ними они абсолютно новые так что в ближайшее время выложу их потому что ну чё эти лежат и эти еще будут лежать незачем потом нашла новую эту кичку я в прошлом влоге показывала что там парики расхламляла и вот такая это я маме покупала но ей не подошло по цвету вернее даже нет по цвету вроде подошло а не подошло вот по размеру ну как бы это вообще то есть это в принципе предполагает очень густые длинные волосы наверное я так думаю поэтому вот такой цвет это не черный какой-то темно-коричневый что темный шоколад может быть вот так что подготовила потом а у меня даже три сумки в использовании еще вот такая розовая а вот этот вот рюкзак я когда-то сама вязала когда училась но кстати я с ним довольно долго ходила вот этот карман у меня был кстати на спине что очень удобно потому что я там таскала планшет и очень удобно что вот эта часть без кармана она наружу а это к спине вот там еще такая вот сумка кстати говоря тоже можно с ней на занятия ходить потому что под мой костюм подходит так вот эта сумка мне нравится оставлю тоже с ней на занятия ходила вся форма в там помещалась вот с этой сумкой пока не решила что делать потому что я одно время с ней непродолжительная ходила и она светлая когда ее пришло время постирать его постирала и получилось вот это но от чего такое получилось непонятно так что я ее попытаюсь привести в порядок ну если нет значит придется ее выбрасывать но надеюсь что все с ней будет хорошо а еще я буду стирать вот эти сумки я когда-то с ними тоже на занятия ходила но сейчас просто так я конечно ходить не буду но как сумка шоппер это неплохо мне конечно нравится и авоськи но иногда можно и такую положить в принципе тоже неплохо например вот это на лето а это сумка зимой ходить например такая с балеринками но это еще нормально а вот это вот попачкалась сильно тоже нужно привести в порядок но если что значит выброшу так и здесь у меня была такая примерка это моя шкурка такая яркая вот я думала что здесь у меня пуговицы по отрывались ничего подобного их пришила кстати и разбиралась вот здесь тут у меня во первых шарф это когда-то я вязала себе сама под перуанскую шапку а и как раз вот с этой штукой носила так вот это вот этот снуд я оставляю точно потому что он мне под многое подходит вот этот снуд он мне как бы тоже очень нравился но у него вот здесь вот возникла проблема он распустился в теории мне не проблема это восстановить но я не хочу этим заниматься я лучше распущу и свяжут что-нибудь на дачу из этих ниток вот так насчет этого снуда пока я еще не решила ну по идее его можно почистить от катышков но у меня сейчас особо ничего такого нет подошло подходило то что раньше у меня был пуховик и такой зеленый и к нему вот это подходило очень хорошо потом под черный пуховик я тоже носила оси потом у меня появилась черная куртка и там уже не требовался снуд а сейчас у меня вообще светлый пуховик и как бы не знаю но пока под вопросом наверное оставлю и еще вот такие как они забыла называются тоже три штуки вот это серая в теории можно под шубу у меня шуба серая вот я правда ее не ношу то что ну я не знаю я не люблю такие всякие женственные вещи но в теории безусловно пусть будет потому что шуба у меня дорогая из искусственного меха но она очень дорогая но облегченная ну да как то так потом черная черную я точно найду подо что а тут вот вышел косяк вот здесь пятно и здесь что-то не в порядке но я постираю хотя я сейчас потом я подумала что если я не отстираю я распарю то есть но распущу но с другой стороны смысл ведь в помещении в этом ходить не буду а допустим дойти под одеждой не видно там снять поэтому все равно просто освежить надо пусть будет так что вот так я как раз все это примеряла жалко конечно этот снуд но опять же я не уверена что буду носить это сейчас повешу у меня еще к суды к этой увидите шарф какой давался но я с ним так и не ходила это уже сюда и это сюда